Ну все, друзья, приветствую. Сегодня у нас вебинар по бензоботам нашего проекта ЮТЭК и нашего партнера первого и для нас очень важного – это бензоботы. Соответственно, это уже реальная работа, реальная экономика. И вот вчера на вебинаре, который был посвящен именно цифровым активам, цифровой работе ЮТЭКа, мы показали, что фонд ЮТЭК является мостом между цифровой экономикой, которая работает сегодня в этом виртуальном цифровом блокчейн мире, и реальной экономикой, которая предоставляет услуги, заправляет машины, каждый день приносит прибыль. Поэтому как бы, опять же, повторяя сегодня из вебинара в вебинар, что не хотели бы представить, что основная часть – это цифровая экономика, вот эти иксы, которые я специально это показываю, иксы, которые рисуются, они находятся там, они находятся в компьютере, и там, так сказать, здесь, друзья, можно не то, что не согласиться, а я думаю, мы это не раз говорили, Игорь еще раз это продемонстрирует и скажет, как человек с опытом, как человек действительно твердо стоящий на земле, друзья, экономика делается не в компьютере, экономика делается не где-то в виртуальных облаках, экономика и доходность делается на земле. Это продажа бензина каждый день миллионам пользователей, это предоставление транспортных услуг, это предоставление еще всевозможных услуг и товаров, которые есть, и формулу товар, деньги, товар никто не отменял. Это реальная экономика. И то, чем мы сегодня занимаемся, проект Бензоботы, это реальный проект. Это создание тысяч и тысяч роботов, которые соединены в единую сеть под единым приложением, и становятся единым комплексом по предоставлению бензина как продукта, а при этом еще очень много сопутствующих услуг, которые именно обеспечивает уже компания Бензобот, именно как компания, которая строит сеть нового поколения бензозаправочных станций. И в этом плане, друзья, это очень важно, что мы делаем сегодня первую связку между экономикой, то есть цифровой экономикой, которая построена на виртуальной реальности, которая построена на цифровых активах, которая построена сегодня с реальной экономикой, которая дает реальные услуги. И в этом плане, друзья, это первый уникальный опыт, который, ну, сегодня мы начинаем делать и приобщать, и сегодня уже прикреплять реальную экономику. А реальный бизнес, заправку машин бензинов, это более реальным ничем назвать нельзя, потому что этим пользуются, ну, каждый автолюбитель раз в неделю, это обязательно, а я вот, кто много ездит, я заправляюсь, ну, практически через день. Но три раза в неделю, друзья, это точно, потому что расстояние и пробеги очень большие. Поэтому вопрос заправки качественного топлива, это очень важно, потому что как только чуть бензин не тот залил, вот, у меня сейчас Нива машина, она очень чувствительная, друзья. Наши отечественные машины к плохому бензину сразу же, так сказать, это, она едет не так. Соответственно, количество бензина, каждый раз думаешь, сколько же я налили, и когда ставишь счетчик на ноль, каждый раз, ну, надо же, в прошлый раз вроде больше пробежал на этом бензине. То есть это всегда стоит вопрос для любого автолюбителя. С запуском бензоботов, соответственно, все эти вопросы будут сниматься напрочь. То есть это будет автоматизировано, это все будет регулироваться роботами, и качество бензина, которое принимается, и количество бензина, и скорость отпуска, и расчеты, которые мы сегодня делаем. В этом плане, друзья, проект бензоботы, который запустил и автор, и инициатор, который является Илья Шершов, вот наш партнер, очень такой уважаемый нами бизнесмен в том плане, который взял на себя ответственность запустить такой проект, взял на себя смелость строить новую сеть и запускать именно новый сегмент рынка. И в этом плане проект Юнет, мы являемся его поддержкой, мы являемся информационным партнером, и теперь уже партнером, который выводит еще это и на новый уровень с точки зрения оцепровки и токенизации. И сегодня мы создаем, опять же, с нашими уже партнерами по информационной системе, по цифровой системе, это команды проекта Ила, которые сегодня создают блокчейн-мессенджер, который является и мессенджером с точки зрения обмена информации, и мессенджером с точки зрения обмена уже криптоактивных. Два процесса. Ты когда будешь меня включать, в конце сначала, значит, что если я буду на связи, потому что есть моменты, что интернет пропадает, мобильный, который есть. Сейчас, видишь, я удачно включился, я почему и сказал, что сейчас, потому что сейчас и интернет работает, и возможности. А я в конце еще там подведу определенную, ну, как бы там черту, обобщая все вебинары, которые у нас ведут, именно под логикой Ютека. Ну все, Игорь, тебе слово, вам удачной работы, бензоботы, так сказать, вперед. Наша сеть поставит 10 тысяч бензоботов за ближайшие три года. Спасибо, Сергей Анатолий, спасибо за такое вступление. Я единственное сейчас включился уже сразу, чтобы на видео вы меня видели. Почему? Потому что я знаю, что у вас есть информация сегодня, именно особенно для партнеров и тех, кто хочет стать партнерами или инвесторами нашими. Имеется в виду проект бензоботы, она в конце будет. И поэтому постарайтесь, чтобы у вас связь с интернетом была, потому что я знаю, о чем вы будете говорить. Мы сегодня с вами эту тему обсуждали, и тема такая, ну, прямо нужная, правильная тема. Мы постоянно, видите, у нас как у бензоботов уже такая есть, как слоган такой, да, мы не перестаем вас удивлять. То есть мы всегда будем чем-то удивлять, и для нас это, в общем-то, мы так чувствуем себя комфортно. Удивлять наших партнеров, клиентов, друзей наших, чтобы они были лояльными. По отношению к нашему бизнесу, к нашему проекту, и вообще к нашей семье бензоботовской. Ну, вот так, всем привет. С этого, наверное, я вот и начну поздороваться со всеми людьми, буквально, кто сегодня здесь находится с нами, на нашем бизнес-стрече. Я даже вебинарами не называю, называю бизнес-стречи все-таки. Почему? Потому что хочется именно встречаться, общаться. И я вот так смотрю, сегодня даже уже знакомые мне ребята приходят уже, кого-то я даже знаю, кого-то я знаю. Ну, Андрей из Ангарска, привет, Андрей, тебе земляк почти мой, да, мы с тобой самые восточные. Я из Новосибирска, ты из Ангарска, ты еще восточнее меня. Вот. Алинуки вижу. Ну, вот, как бы все, знакомые лица и даже незнакомые, я тоже очень рад. Так, еще раз всем добрый день, добрый вечер. Сегодня у нас очередная встреча с вами по бизнесу «Бензобот», по нашему проекту. И я хотел бы, знаете, с чего сегодня начать? А, хотел бы вот с чего начать, как обычные последние, вот эти последние бизнес-стречи наши. Я сейчас начинаю с того, что та встреча, которая проходит в последнем нас в это время, да, это она проходит вживую. Почему людей всегда приглашают приходить к нам вживую? Потому что мы потом выставляем записи, естественно. Никто не будет записи смотреть все эти встречи. Ну, первое, что я скажу, запись, она всегда обрезана у нас, да. То есть я удаляю из... Когда делаю записи, я сам, то есть выставляю записи в интернет, я удаляю некоторые моменты, настройки, может быть, какие-то... Ну, мне не понравившиеся моменты нашей встречи. Может, по времени что-то, чтобы не затягивать время, что-то убираю. И кто-то недополучает информацию, естественно, такой вот реальной, которая есть именно когда мы с вами реально разговариваем. Поэтому я всегда приглашаю на вот такие ножевые встречи, где мы можем с вами общаться и переписываться, и отвечать на вопросы. И вот чат у нас оживился. А мы еще вот... Так, Татьяна Терехова. А мы еще северо-восточный, Усть-Илининск. Нас двое. Приветствую вас, Татьяна. Это вас пока двое, да, пока вас двое. Надо было так написать. Пока нас двое. Ничего, мы увеличим наши... Мы масштабироваться будем еще нам... Нашей земли не хватит. Ну, вот, переписка уже прошла очень хорошо. Ну, ладно, мы потом все это почитаем. Вот. Поэтому живые встречи, они интереснее. Вот видите, я уже вот общаюсь в чате, допустим, да, можно сказать, со своими земляками, с сибириками. Азиатами мы так будем называться, да. Но этого никто не услышит в этом записи. Потому что я это вырежу. Это никому не надо. Это потому что... Я так думаю, никому не надо. Может быть, не надо. А с другой стороны, ну, считаю, что те, кто хотят быть не только в теме, а в доле... Вот мне эта фраза очень нравится. Однажды мой доктор сказал, что быть в теме и в доле – это разные вещи. А вот быть в теме и в доле – это совсем другое дело. Поэтому кто хочет быть просто в теме, пускай слушает записи. Кто хочет быть и в теме, и в доле, живой участвует в наших вот этих бизнес-стречах, которые проходят последовательно. Я имею в виду по бензоботе. Можно чем поделиться. Сегодня для меня было... Для меня сделано было определенное открытие. Открытие – оно внутреннее какое-то мое открытие. Когда я встретился с одним очень важным для меня человеком. Мы давно не виделись, не слышались. Это мой бывший одноклассник, служивец мой. И довольно-таки хорошо стоит на ногах. Он занимается сельским хозяйством у нас на 8-м области. Не просто область обеспечивает фруктами, овощами. То есть овощами, но и на международный рынок. И он, знаете, мне такую фразу такую сказал. Просто меня прямо, 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 она вот так вот торкнула по большому счету. Он мне сказал, ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Мне очень, ну, не жаль, или как ни странно стало, слышать тех людей, которые считают, что инвестировать во что бы то ни было – это рискованно. Я говорю, в каком плане, что тебя здесь на стараже? Большинство людей, которых нас с тобой окружает, вот мы сидим с тобой в кафе, мы можем сейчас подойти к этому столику и спросить, что, о чем ребята говорят и как они относятся к инвестициям. Или даже мы возьмем, где вот официантка подойдет к нам, мы ее спросим, как они относятся к инвестициям, инвестируют ли на куда-либо что-либо и участвуют в каких-то проектах. Я говорю, ты к чему это клонишь? А я, говорит, клоню это к тому, что люди в основном считают, что инвестировать – это дело рискованное. Их устраивает, как говорится, здесь и сейчас, устраивает зарплата. Вот они готовы за пленые деньги работать, их устраивают авансы и так далее, и так далее. Я, говорит, по своим работягам знаю. Но, говорит, я тебе скажу, Игорь, одну вещь, до меня дошло. Сегодня не инвестировать рискованно, а сегодня рискованно не инвестировать. И вы знаете, он так, прямо меня так аж, аж прямо вот это очень, аж накрыло. Потому что я сегодня себя так чувствую, что если я куда-то что-то, ну, не что-то, а куда-то не инвестирую в тот проект, который бы мне был интересен, если у меня все не разложено по корзинам, как говорится, да, яйца не держать в одной корзине, нету этой дифференциации определенной, то я себя чувствую плохо. То есть это мое уже внутреннее состояние, это мое инвестиционное мышление, оно так сложилось у меня. И оказывается, внутренне, да, я правда думаю, я-то думаю, что не инвестировать, это уже риск сегодня. Если куда-то не инвестировать в проект, неважно, там нравится тебе, рискованные вещи бывают, нерискованные, но если ты не инвестор, то ты уже рискованно живешь. Какая глубокая мысль. ...построить нашу с вами встречу, вот, начиная с этого топливного счетчика, да, топливного, знаете, топливный запас, вы видите, пока я разговаривал с этим, он живой. Здесь все потихонечку меняется, кроме дней, потому что мы с вами говорим, и это изменяется в минутах, часы и минуты. И этот счетчик я хотел бы, чтобы его многие увидели, кто-то, может быть, его и не видел, даже не знает, о чем он влечет. Это две недели назад, буквально, да, две недели назад, когда выступал Лешашов, генеральный директор компании «Бензово», он объявил о том, что у нас проходит сейчас акция, акция в проекте, которая позволяет сегодня людям, ну, скажу так, на ровном месте обеспечить себе вот этот топливный запас. И вот эти вот цифры, это столько времени, сколько времени осталось до ее окончания. То есть она заканчивается у нас 31 декабря в 23 часа 59 минут. То есть буквально за минуту до Нового года эта акция прекращается, и она больше никогда не будет повторяться. Это акция для тех людей, именно для тех, кто сегодня вот сейчас меня слушает, для тех людей, кому вы об этом расскажете, потому что она неповторима сама по себе, потому что она просто уже невозможна. И это уйдет в 2019 год буквально, который мы сейчас с вами провожаем протихонечку, да, и уже в 2020 году у нас начинается новая жизнь. Даже акция, я назвал это, что Новый год – это новый шанс. Все, это будет новая жизнь. Я хотел бы вам сейчас напомнить немножко о том, насколько она, насколько она интересна. Скажите, пожалуйста, сейчас на экране. Видно слайдный забот? Поставьте плюсики просто, у меня видит. Немного похрипывает, но слышно. Видно, хорошо. Похрипывает. Ну, не знаю, может, это мой голос похрипывает. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот, хочу напомнить, что это за акция. Вы знаете, здесь есть у меня две новости для вас. Есть новость хорошая, есть новость очень хорошая. Очень хорошая новость заключается в том, что когда 2 недели назад объявили об этой акции, то я вам скажу, что за первых 4 дня 83 человека сразу же подключились. 83 человека. Уже прошло 3 недели, и за эти 2 недели подключилось еще 80 человек. Понимаете, то есть я к чему веду разговор? Те, кто нас слышал, впервые первый услышал, они сразу на это среагируют. На это среагируют. Но как здесь не среагируют, когда вы смотрите, что происходит? Накопительный вариант по так называемому токену. В этой программе токены – это 1 рубль. Вы регистрируетесь. Я думаю, что здесь все, кто с нами сегодня находится, они уже имеют. Кстати, мне было интересно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто в этой акции уже поучаствовал? Кто поучаствовал? Слышно плоховато. Да что ж такое-то, а? Вот вижу. Андрей даже поучаствовал несколько раз. И Юрий поучаствовал дважды. Она очень интересная в том плане, если в нее вникнуть, то не вникнуть. Если поверхность нам не сравнить, что-то узнать, то мне даже можно сначала ей не поверить. Вы понимаете, когда у вас на ровном месте появляются какие-то деньги, которые вы можете использовать потом, потом использовать, когда будете заправляться бензином на наших АЗС в компании «Бензобор». Здесь все очень просто. Вот вы сейчас читаете, да, я уже прочитал, кто-то, кто этого видел, просто чуть-чуть вам еще раз проговорю это. Когда вы сами регистрируетесь, просто проводите регистрируй, кстати, все это бесплатно. Регистрируется бесплатно. Вот здесь слово «бесплатно» ключевое. Вот когда говорят, знаете, бесплатно бывает, скажет, поговорка, бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Мы ее отменяем. Мы не отменяем эту поговорку до Нового года. Вот в нашей компании, именно в «Бензоботе» в этой акции. Отменяем. Есть бесплатный сыр в мышеловке. Это, правда, не мышеловка. В этой мышеловке нет ничего такого, чтобы могло вызвать у вас негатив. Вот, то есть, когда вы проходите бесплатную регистрацию в «Бензоботах», вы получаете на свой счет, я вам, кстати, покажу, сейчас свой личный коммент покажу обязательно, вы на свой счет получаете 10, так называемых, просто товарных токенов, да, это 10 рублей, значит. Эти деньги вы можете потом использовать на, еще раз повторяюсь, при заправке на наших АЗС, как только они появятся, как только не появятся. Они у вас, у вас ничего не требуют, они вас слушают, не просят, у них есть и есть. И наоборот, вы эти можете воспользоваться. Вы заправляться можете один раз, может быть, два раза, может, у вас накопится столько, за это время осталось буквально раз, два, три недели, три с половиной недели до конца акции, да, еще достаточно времени. Вы можете накопить столько этих токенов, что можете заправляться, может быть, целый год бесплатно. Я не знаю, у кого какая активность появится. Вот я знаю, что Арина Акин, да, это очень активный человек. И сейчас, когда я слышу, что она еще не в пределах, меня это очень удивляет даже. Ну, я думаю, что если Арина сейчас проявится вот этой идеей, она нас потом всех уделит, она умеет удивлять эти вещи. Так вот, вы получаете всего лишь 10 токенов. Но самое интересное, когда вы делитесь этой информацией, например, вот то, что сделал я, допустим, я поделился со своей первой линией, поделился со своими знакомыми, я поделился со своей сестру, я своей сестерой рассказал, что есть такая возможность, заходишь, регистрируешься и получаешь, так как по моей регистрации она пришла на, зарегистрировалась, зарегистрировалась в Бензоботах, она получает 100 токенов сразу, то есть это 100 рублей. Я еще одного, значит, допустим, своего знакомого подключаю, да, я опять за него 10 рублей получаю, 10 рублей на свой счет. Он же получает 100 рублей, 100 токенов, опять же, на свою заправку. И это идет в глубину, вот сейчас я специально эту таблицу держу, смотрите, да, что происходит. 100 токенов в качестве приветствия начинается автолюбитель за его регистрацию в качестве партнера. Приветственные такие баллы, да, приветственные новогодние такие токены, приветственные рубли, которые можно использовать только на заправку бензином или дизелем на наших АЗС. Но самое интересное, что это работает, вот смотрите, это шестой уровень. 10 токенов вы получили, я рассказал своей сестре об этой возможности. Сестра моя поняла, в чем здесь вкус определенный есть, и как это вкусно, и ничего в этом страшного нет, просто надо на это время потратить чуть-чуть, пройти регистрацию и кому-то об этом рассказать. Она рассказала своей подруге, смотрите, я находясь, эта подруга уже на втором уровне, но это она рассказала. И 9 токенов, то есть 9 рублей, ко мне опять падают на счет, будущих моих заправок. С третьего 8 рублей, с четвертого 7, 6 и 5, понимаете? То есть вот такая вот партнерская программа дает возможность вам сегодня накопить такой, сделать топливный запас на перспектив. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы просто люди об этом знают. У нас все просчитано, мы имеем такую возможность предоставить людям вот именно по этой акции накапливаться эти токи. Вот и все. И здесь вот видите, что важно, что никаких платежей за обслуживание сейчас и в будущем не будет. Это бесплатный сервис на сегодняшний день. Я вам сейчас буквально продемонстрирую свой личный кабинет, что у меня происходит на сегодняшний день. Просто что вы видели, как это реально все... Сейчас видно мой бэк-офис. Плюсики поставьте, кто видит. Вот добро пожаловать, Игорь Хадзе, видно? Отлично, отлично. Вот смотрите, друзья. У каждого из вас это бэк-офис, который... Сейчас я удалю его. Это бета-версия, вы сами понимаете. Скоро вы увидите в другом совсем исполнении, в европейском стиле. Все будет здорово, все будет совсем по-другому выглядеть на сегодняшний день. Нам просто его необходимо иметь для того, чтобы вести учет подключившихся новых клиентов и партнеров. Вот смотрите. Я уже тут фотографию свою сделал, зашел в свои данные. И вот в правом верхнем углу, видите, написано 440 ТК. Вот у вас у каждого есть в правом углу, кто в этой программе участвует, в акции. Вы здесь увидите ваши товарные токены, которые вы можете превратить потом в топливо. Что такое? Откуда они взялись у меня? Вот я нажимаю, например, на них. Вот так же можете сделать. Я сюда клетил на лодочкой. И вы слышите сразу же вот такой листик у меня, страничка, где ежедневно видно, сколько людей подключается. И как я по этой программе получаю свои 10 или 100 токенов. 10 за личные приглашения. 100 токенов я 11 получил. Да, 10 за личные приглашения. 100 токенов получает тот, кого я приглашаю. И вот она, эта картина. Вот все по датам. Она вот здесь расписана. Вот смотрите, что получается. Ради интереса я вам покажу. Вот видите, я только начал. Вот 8 числа, 11 было об этом объявлено. И я только поделился этой информацией. Я зарегистрировался, меня зарегистрировала компания. Вот я получил 100 токенов, 100 рублей. И вот смотрите, я поделился с первым уровнем. И написано, первый уровень, да? Мне 10 токенов, оп, упало. С первым уровнем поделился, мне 10 токенов упало. Потом пошел уже второй уровень. Вторая линия. Самое интересное теперь, смотрите, друзья. Тут все вы будете видеть прекрасно в своих кабинетах, в своих личных кабинетах, как эта программа работает. И вот он, второй листик у меня. Я вот смотрю, до какой же глубины дошла информация. Вот тут у меня второй, третий, второй, первый, третий, третий, второй, третий, третий, второй, третий, четвертый и пятый. И расскажите знакомым, соседям, кому вы еще об этом не рассказали, об этой возможности, пусть регистрируются. Они будут с удовольствием. Примут от вас этот подарок. Это вы делаете им подарок новогодний, такой накопительный подарок на будущее. Они заинтересуются потом, когда все-таки я смогу эти деньги перевести в топливо. И это становится вашим партнером в компании «Бензобот». Подключиться к моему партнерской программе, и вы будете зарабатывать деньги вместе. У кого-то микрофон включен, слышу голоса. Вот. Что еще? Это все, что касается вчерашнего дня нашего. На сегодняшний день хочу с вами поделиться очень важным инструментом, который появился в вашем и в моем, в том числе, личном кабинете. И каждый раз у нас идет какое-то движение, постоянно что-то происходит. При нажатии на главная страница, главная на нашей страничке, на личном кабинете. Большая информация. Да, отлично. Все. Вот это хотелось. То есть у каждого, когда вы заходите в свой бэк-офис, у вас, это главная страница, здесь ваши данные, ваша информация. Вот ваша идея, ваш рекомендатель. И смотрите, что появилось. Появилась очень интересная штука. Это для бизнеса. Я так говорю, удобно этим пользоваться. По большому счету, даже особо не напрягая свои мозги, какие-то, особо, не надо знать какие-то формулы специальные. Дело в том, что здесь идет прогноз, определенный прогноз по вашему росту. Это опять касается тех, кто участвует в партнерской программе. Вот смотрите, прогнозируемый доход в вашей структуре зависит в рублях. Из них бонус активности, лидерский бонус. Я сейчас не буду переключать страницы, потому что боюсь, чтобы они у нас не опять не завистили. То есть это бонус активности и лидерский бонус, это те бонусы по партнерской программе, которые вы можете получать. Это первая возможность, это 10% кэшбэка. Когда у нас сразу же только ты зарегистрировался, и под своим заправком ты имеешь право получать 10% кэшбэка от своих личных заправок. И второе, что проходит, это у нас второй вид дохода. Это бонус активности. То, что я вам сейчас показывал по уровню. А лидерский бонус, это совсем другая возможность, это разница между объемами заправок, между вами и вашими партнерами. Разберитесь сами, я сейчас вам не буду участвовать, у меня нет цели провести презентацию по партнерской программе. Но весь смысл в том, что у вас здесь прогнозируется все. Вы не заглядывали до новых, вы не знаете, как это делать. И вот смотри, по бонусу активности. У вас 498 рублей, например, бежало. Водительскому бонусу 292. У меня на этом 295. Прогноз группового объема. Прогноз. Это то есть прогноз на сегодняшнее число. У нас сегодня 4-е, 4-е у нас декабря. То есть прогноз по прошлому месяцу. Это по прошлому месяцу считается 5850 литров. В группе у меня завидно, ну, в группе это мои клиенты или партнеры, неважно. То есть сама система компьютер считает. И мне прогнозируют потом статус прогнозу бонуса, мой статус в рангах. Там в зависимости от ранга, чем выше ранг, тем больше денег получаете. Опять это касается партнерской программы. Вот сомаркетинг нажмете, когда здесь, да, вы это все прочитаете. Еще раз говорю, я сейчас не ставил цель проводить презентацию по партнерской программе. Понимаете, то есть вы постоянно можете наблюдать, что происходит с вашим бизнесом, если вы относитесь к этому предпринимательству как к бизнесу, и какие у вас есть возможности, и компьютер вам подсказывает, он постоянно считает, постоянно с прошлым месяцем, что вас ждет в следующем месяце. И какой выход из этого? Ну, выход такой, да. Смотрите, ага, у вас, вот у меня написано прогноз, бонус прогноз, у меня статуса первый ранг. Первый ранг, а я бы хотел получить первый ранг уже в этом месяце, когда декабрь закончится. чтобы у меня был первый ранг. Мне надо кое-что сделать. Чуть больше денег зарабатываете, какая, как, как это вопрос решения. Ну, очень просто. Еще одному человеку расскажите, еще одному расскажите об этой возможности, расскажите о наших заправках, расскажите о преимуществах компании Беззавод. Вот и все, все, что надо сделать. Я хочу сейчас слово представить Сергею Андреевичу. Кстати, он начал сегодня буквально очень хорошо представлять наши взаимные отношения между Беззаботом и Ютеком. Сейчас у нас здесь аудитория в основном, она как бы Беззаботовская. То есть те люди, которые о инвестиционном фонде Ютек совершенно ничего не знают. Или знают поверхности, или вообще не понимают, что происходит. Причем тут Ютек и причем тут Беззабот. Я вам в двух словах буквально скажу. Два слова буквально. Ютек, инвестиционный фонд Ютек, краудоинвестиционный фонд, и компания Беззабот – это два близких партнера. Ютек, как инвестиционный, сам за себя говорит, инвестиционный фонд. Этот фонд занимается привлечением инвестиций для развития проекта Беззабот, для его развития и его масштабирования. Конкретно говорю именно про проект Беззабот. Кроме того, у Ютека других задач достаточно. Но первая компания, первый партнер – это компания Беззабот. И Сергей Анатольевич Сибиряков, который сегодня начинал нашу встречу с вами, если кто-то его вдруг не знает, а я вам скажу, что у нас, опять же, на сайте, о котором говорил буквально Андрей Зангадский, вся информация есть на сайте. Нажмите кнопочку, пожалуйста, там есть кнопочка такая простая под названием YouTube. И посмотрите все наши вебинары, с самого начала их немного, но вы можете посмотреть и везде вы увидите, как мы говорим о том, что мы два партнера. И везде есть выступление Сергея Анатольевича, как одного из основателей, одного из основателей этого инвестиционного фонда Ютек. Тот человек, за которым все Ютековская команда идет на сегодняшний день. Который постоянно, ежедневно проводит встречи, живые и неживые. Неживые имеются в виду личные встречи, я имею в виду. И живые – это вот через интернете, и через Facebook, и так далее, и так далее. И я хотел бы сейчас, опять же, слово предоставить Сергею Анатольевичу для того, чтобы он закончил сегодняшнюю нашу встречу, потому что знаю, какая у него информация есть для нас, для беззаботок. Ребята, если кто-то сейчас что-то не поймет, ничего страшного в этом нет. Методично мы все это с вами разберем. Вот Сергей Анатольевич уже здесь. Сергей Анатольевич, тебе слово. Да, ну видите, я уже добрался до своего кабинета, то есть то я из нашей первой Эко-Нивы уже включался, а сейчас уже, но она еще, правда, не совсем Эко-Нива, она еще кандидат, она еще в стадии реконструкции. А сейчас уже, видите, со своего кабинета ЮТЭКовского. Вот, видите, у меня за спиной ЮТЭК, соответственно. Вот, я начну с ответа. Арина написала вопрос во время вебинара, что инвестиции в ЮТЭК и в Бензобот, что, каким образом, что думали, что Бензоботы, а то, что сейчас рассказывал Игорь с теми партнерской программой и с теми очень интересными вещами, которые существуют, будут ли они ЮТЭКи. Соответственно, друзья, здесь я могу сказать, что мы сейчас отстраиваем систему таким образом, что ЮТЭК и Бензобот, это вход в одну программу, это вход в один бизнес. Просто мы, используя свои возможности, как говорится, воронка входа, много людей. То есть мы ведем несколько проектов. И наша задача, чтобы люди знали про все проекты, инвестировали и в каждый. И в то же время ЮТЭК является мультитокеном, который инвестирует во все проекты, одновременно, то есть входя в ЮТЭК. При этом мы вводим, так как это экосистема, которая является залоговой, то Бензоют, как мы называем, то есть токен, который будет обслуживать, он непосредственно под эту программу. Поэтому просто отвечаю, Арина, если вы инвестируете в ЮТЭК, соответственно, в ЮНИТ Технологии фонд, но хотите, чтобы ваши активы все были повторены точно так же в Бензоботе, то у нас появится буквально после Нового года такая кнопка, где вы говорите, конвертировать все ЮТЭКи в Бензоют. Таким образом, вы будете иметь абсолютно все то же самое, что в Бензоботе, только в Бензотокенах, соответственно, в Бензоютах, которые сегодня есть. Теперь опять же, те токены, которые сегодня выпускает Бензобот, о которых говорит Игорь, это сегодня внутренняя валюта проекта, но она для того, чтобы конвертилась в общую, она войдет в общую экосистему, и таким образом это будет взаимное пересечение. И в этом плане, друзья, мы сегодня говорим, что на сегодняшний момент мы отстраиваем именно экономику для того, чтобы на активах начали зарабатывать уже сегодня, потому что мы сегодня, как фонд, работая на цифровых активах, то есть в блокчейн-активе и создавая экосистему, мы сегодня выращиваем и получаем актив уже сегодня. А инвестиционный бизнес, реальный бизнес, друзья, это не какое-то отрицательное или, не дай бог, плохое, наоборот, друзья, весь реальный инвестиционный бизнес, где надо вложить деньги, создать оборудование, чтобы это оборудование начало приносить прибыль, он инерционный, нужно время. И поэтому прибыль, соответственно, проект Бензобот начнет приносить после того, как будут установлены роботы, как они начнут заправлять машины, как начнется оборот, начнется прибыль. И это, друзья, партнером, и для нас Бензобот это является первым проектом, который мы реально поддержали, когда мы всем своим партнером, всем своим инвесторам, всем, кто ориентируется на фонд, сказали, что это проект, за которым мы берем ответственность, потому что призывать инвестировать в проект, это ответственность хотя бы имиджевая. И второе, что мы с Игорем говорим, что взяли ответственность, что через год мы покажем реально работающие уже роботы, реально работающие системы, реально работающие расчеты. Потому что UTEC – это более широкий инновационный фонд. И в том числе мы сегодня создаем свой Юникриптобанк, именно тот, который будет вести расчеты всей программы Бензобот. И за счет того, что вы просто будете заливать бензин и у вас внутри будет происходить транзакции, все участники программ будут на этом тоже зарабатывать. Это дополнительная прибыль. Это дополнительная доходность на участие в проектах. Но это дает только общие программы, только общее объединение юнайтерства. Мы ведем еще одну программу, кто знает, не знает, с наших вебинаров, мы говорили о том, что мы сегодня создаем роботов, которые обрабатывают нефтяные скважины и поднимают на 50-100% дебет нефтяных скважин. И у нас огромная сегодня программа на сотни тысяч скважин и на годы вперед. Это сегодня получение уже собственной нефти для того, чтобы получать собственные нефтепродукты. Естественно, реализуя ее через свою растущую сеть инновационных. Лосик Анатольевич пропал. Только дополнительная доходность. Поэтому, друзья, в этом плане сегодня, это отвечая вот Арине уже сегодня, говорят, что, друзья, инвестируя в ЮТЭК и инвестируя в Бензоботы, сегодня это тождественные понятия, потому что мы дублируем и мы абсолютно те же условия, которые сегодня даются в партнерской программе, они будут в бензаютах, которые есть. Более того, мы сегодня встраиваем проект Бензобот в общую экосистему, чтобы все расчеты, которые будут осуществляться через Юникриптобанк, через мессенджер ЮТЭК, соответственно, в облучении, чтобы все транзакции были туда включены. Более того, весь вопрос, что тысяча бензоботов, цель которой поставить через два года, как мы уже говорили, это 10 миллионов литров в сутки, это порядка 250-300 тысяч заправок, то есть автомобилей в сутки. Соответственно, друзья, это, представляете, какое количество транзакций для тех токенов, которые это обслуживают, это дополнительная капитализация. И в этом плане мы выстраиваем систему, которая дополнительно интересна. Еще раз говорю, что наша цель как фонда, это чтобы Бензобот, как компания, в ближайшие два года выросла до капитализации более миллиарда долларов, соответственно, стала очень активным игроком не только на российском, но и вообще на мировом рынке реактивации нефтепродуктов. В этом направлении мы работаем, и это наши партнерские отношения и соотношения.